Доброго здоровья, уважаемые посетители канала, смотрю на себя на экран, ах какой красавчик, какой красавчик, всегда себя самому только возвышайте и я на канале стараюсь это делать. Итак, после письма, которого я сейчас вам прочитаю, у меня родилась следующая мысль с помощью притчи познакомить вас с процессом оздоровления своего собственного организма. Итак, с чего как бы началось? Я бы очень хотел, чтобы вы меня сопровождали перед голоданием, во время голодания и после правильный выход из голода, конечно, если это возможно. Я вам на канале и книжку написал для того, чтобы вы с помощью вот этих вот знаний изучили свой собственный организм, постепенно познакомились на основании одно-двухдневных голоданий. Как входить, как проводить, как выходить, как вы реагируете на выход, на те или иные продукты, чтобы у вас как раз собралось свое собственное представление об этом процессе и вы ни от кого не зависели. Я передаю знания всем одинаково. В обучении я беспристрастен. Во время обучения получает только тот, кто обладает жаждой знаний. Тот, кто жаждет знаний, будет учиться в любой ситуации у каждого человека или явления. А тут вот так вот. И я сначала выслал книжечку, говорю, ну вот, пожалуйста, вы почитайте все это изложенное, плюс канал посмотрите. Но нет, все-таки хочется, хочется поголодать. Хорошо, я поняла вас. Человек, знаете, не желает брать ответственность на самого себя, не желает думать, не желает анализировать. Ну, он ничего не желает. Вот, как бы сказать, перед сопровождением и так далее. Ну, об остальном я, конечно, молчу. Так вот, притча такая. Вот, допустим, человек хочет оздоровиться с помощью голода. И ему говорят, начнем притчу, ему говорят, ну, ты почитай соответствующую литературу, пускай она уже имеется, не то, что он где-то ее достает, ты почитай соответствующую литературу. А он говорит, слушай, а я читать не могу. Может же такое быть? Конечно, может. Ну, так научись читать. Вот, тебе надо научиться читать, чтобы ты это прочитал, чтобы это знание, как бы сказать, у тебя, хотя бы ты его воспринял как информацию. Ага, человек учится читать. Научился читать, он это прочитал. А потом ему говорят, слушай, а для того, чтобы ты, как бы сказать, не забыл это, запиши его, чтобы оно у тебя было. А он говорит, ом, а я не могу писать. И человеку надо сделать второе усилие. Научиться писать. И вот он учится писать, и потом это все записывает. То есть, это уже два полезных дела он для себя сделал. И потом еще ему говорят, слушай, а желательно бы это еще, чтобы ты и выучил, чтобы это в тебе осталось. А то, мало ли, там, где-то прочитал, да, куда-то положил эту книгу. То, что ты записал, тоже где-то положил. А вот ты еще выучи это. Ой-ой-ой-ой-ой, это ж надо учить, это ж надо это. Но, тем не менее, надо сделать и такое усилие для того, чтобы это знание, в конце концов, влилось в тебя. И, можно так сказать, стало твоим естеством. Что ты им в любой момент можешь воспользоваться. То есть, надо сделать третье усилие. Так вот, возвращаясь к нашей притче о здоровье. Надо не просто прочитать ту или иную информацию. Надо, будем говорить, ее проникнуться. Надо начать ее воплощать в жизнь. То есть, вы начинаете как-то делать. Вот, например, я там начал, там, с чистотелом эксперименты. А чувствую, что организм как-то откликается не так, как хотелось бы. Анализируем, в чем дело. Ага, дозировка слишком большая. То есть, вы начинаете применять, прислушивайтесь к своему организму. Как он реагирует на ту или иную оздоровительную процедуру. Где-то надо добавить. Где-то, вы видите, она вообще вам не идет. Значит, ее просто-напросто надо заменить. И желательно разобраться, от чего она не идет. И вот таким вот образом поступая, вы, в конце концов, обучаетесь себя, обучаетесь работать со своим собственным организмом, обучаетесь понимать его сигналы, благоприятно ему это, неблагоприятно ему это. И в конце концов, вы уже становитесь, так сказать, высший класс. Вы уже только по этим сигналам, благоприятно, неблагоприятно, даже особо не делая никаких там специальных процедур, вы начинаете руководить своим собственным организмом. И, будем говорить, добиваться того здоровья, которое вы пожелаете. Можно иметь, допустим, вот если взять меня, любимого, я могу еще быть здоровее. Но для этого я должен строже относиться кое-что, знаете, отбросить, и будет, значит, совсем другое. Но я остановился именно на том, для себя комфортном состоянии, что я могу, грубо говоря, там, кашу с салом съесть, а не то, что уже я бы кашу без сала бы съел, еще там что-то там такое сделать, еще там что-то такое, грубо говоря, походить не час, а походить, допустим, 3 часа, там, и позаниматься, тоже последить за своим, будем говорить, там, питанием. Ну, я вот выбрал для себя вот такой вот режим. Потому что слишком жесткие рамки, которые человек пытается себя загнать, для того, чтобы, грубо говоря, сбросить вес, стать там стройнее. И они, в конце концов, начинают как-то надоедать, и, знаете, разрушают его изнутри, потому что это все-таки слишком долго надо себя заставлять придерживаться того или иного образа там жизни. А человеку это становится как-то некомфортно. Тут можно поиграть на гармошке, там сходить, пообедать у Тимошки, там, допустим, тетю Маню, там, грубо говоря, за пяточку пощекотать, ну и так далее, знаете, на рыбалку сходить, да, сколько всего. А тут, ну, желательно вот это не делать. Ну, вот такой я вам притчу рассказал, как самого себя обучить. Да, это какие-то будут над собой усилия. Это будет приведение самого себя к дисциплине какой-то. Важно понимать, где что-то можно вам сделать, а где что-то нежелательно сделать. И это же касается и по жизни. Где, грубо говоря, надо, вот, как бы, последовательно выстроить цепочку своих действий для того, чтобы добиться какого-то результата в жизни. Где можно немножечко, там, грубо говоря, ослабить, так сказать, нажим на самого, на себя. А где надо вот действовать, 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 и с года в год, и с десятилетия в десятилетие, для того, чтобы вот этот уровень жизни поддерживать. Мы еще, вернее, мало кто говорил об уровне жизни. Вот уровень жизни, ну, человек там, допустим, имеет, ему досталась квартирка от родителей, он там живет, он где-то там работает, ну, что-то там имеет. Вот, питается там макарошками, допустим, там, с килькой, как я там слышал. Вот, а если человек хочет жить в собственном доме, уже, значит, как-то надо что-то другого делать. Если он хочет ездить на машине, тогда подороже, еще что-то надо делать. Если хочет иметь какую-то престижную там профессию, которую, вы знаете, не, да хотя бы даже, ну, ладно, которая требует вот вашего интеллектуального развития. Это совсем другой уровень. Вот все на этом и заключается. Так что, видите, я бы очень хотел, чтобы меня сопровождали перед голоданием. А я как раз книжечку выслал, и там все, все описано. Перед голоданием, как подготовиться. И важно, чтобы вы приобрели свой собственный опыт. А тут, получается, вы ничего не хотите приобрести перед голоданием. Все, что-то написано, я могу просто-напросто по книге повторить, рассказать. И, кстати, кстати, медикам, когда попадается такой пациент, они просто очень рады, что с него можно качать и качать деньги. Он не хочет разбираться своей собственной головой. Мы ему там назначим, да, перед голоданием, вот то-то, то-то, то-то надо сделать. И у нас это надо сделать, и деньги. Потом, значит, во время голодания, ой, мы тут следим за тобой и так, и сяк, опять-таки мани-мани-мани-мани, мы о тебе там заботимся. А что ж ты сам о себе не заботишься во время этого голодания, не создаешь те соответствующие условия, которые изнутри должны быть. Ты понимаешь, как настроиться на голод, как проходить, неприятные моменты, и как их преодолеть, но это тоже же частично там всё это написано, там рассказано, да? И после правильный выход из голода. Ну, а кто вам скажет правильный выход из голода, и надо изучить свой собственный организм. Вот вам дадут правильный выход, как они считают, допустим, на соки. Они не идут, допустим, на чём-то там другом, грубо говоря, как я там выходил на апельсинах, апельсины хорошо, вкусно, приятно. Эмаль зубная слезла, а что делать дальше? Допустим, на просто кваши там, как я сейчас там выхожу, а что-то нравится, что-то не нравится, или ещё. То есть вы, изучив свой собственный организм, можете это сделать, это за вас. Но никто, то есть вот начинают делать, знаете, есть просто-напросто, как бы сказать, вот эти вот протоколы. Согласно протоколу выходим, грубо говоря, там на морковном соке. А чувствуйте, он вам что-то там не идёт, или ещё что-то там такое. Вот, выход из голода, конечно, если это возможно. Возможно всё. И самое главное, вот эти возможности, которые разбросаны перед нами, так щедро разбросаны, лежат, а мы не можем это понять и поднять. Я передаю знания всем одинаково. В обучении я беспристрастен. Во время обучения получает только тот, кто обладает жаждой знаний. Тот, кто жаждет знаний, будет учиться в любой ситуации у каждого человека или явления. Учитесь это всё использовать. Использовать.